За последние годы Фидновская стоматологическая поликлиника заметно преобразилась. Здесь провели ремонт и создали кабинет компьютерной томографии. Сегодня в штате более ста специалистов, которые оказывают как бесплатные услуги по полюсу обязательного медицинского страхования, так и платные. Недавно, чтобы разгрузить поток людей, поликлиника перешла на семидневный режим работы. С сотрудниками у нас нет проблем. У нас много желающих прийти сюда работать. У нас иногда мы проводим даже чуть ли не конкурс, потому что на самом деле много молодых специалистов, желающих прийти работать. Причем местных специалистов. Мы хотели бы их привлечь, но, к сожалению, не позвали площади. Чтобы лично убедиться в качестве оказания стоматологической помощи пациентам, медицинское учреждение посетили члены общественной палаты Ленинского городского округа. Такие инспекции по поручению областной общественной палаты сейчас проходят по всему Подмосковью. Как быть пациентом, если он пришел к терапевту, то записи нет? Нужно записаться в лист ожидания. Это делается? Через? Это делается лишь по телефону горячей линии, либо через сайт здравоохранения. Горячая линия в вашей металлогике получается? Да. Есть визиточки, встает. А, визиточки. То есть местных, прошу. Сложности есть в записи, но они такие, скажем так, системного характера не есть. Это традиционно, потому что помещение не справляется с возможностью нашего населения. Но в целом по качеству работы, с точки зрения того, что мы видим, и возможности населения, соответственно, все соответствует. Поэтому мы желаем только удачи. Пломбирование, протезирование, обслуживание льготных групп населения, наличие лекарственных средств и материалов. Вот основные пункты, на которые общественники обращали внимание. Вместе с членами палаты в инспекции приняла участие и заместитель главы Ленинского округа Ольга Доманевская. Оборудование очень современное, и я думаю, что пациенты будут довольны. Самой, конечно, не хотелось бы оказаться в этих кабинетах, но по необходимости это будет важным моментом, и врачи умеют работать. Кадры решают все. Это выражение как нельзя точно подходит для характеристики видновской стоматологии. Даже до ремонта и закупки нового современного оборудования пациенты приходили сюда, зная, что тут трудятся специалисты высокого уровня. Я сама врач-педиатр с 40-летним старшим, давно пенсионерка. Это мои все знакомые люди, всю жизнь лечу зубы. И сейчас обновила. Видите, какой рот красивый. Всем довольна, всех люблю. Много внимания в медицинском учреждении уделяется дополнительному образованию врачей. В этом году здесь был открыт учебный класс, чтобы без отрыва от производства специалисты могли повышать квалификацию. Каждый врач в течение пяти лет обязан пройти набор, скажем так, учебные программы для набора часов, баллов, чтобы получить следующий сертификат, чтобы была возможность работать. Для этого создан учебный центр, где стоят компьютеры. Каждый врач под своим логином, паролем заходит в свой личный кабинет, находит программу обучения, сидит, учится, делает, сдает экзамены. Ну, вот такая вот электронная система обучения сейчас. Все жалобы по работе видновской стоматологии жители могут направлять в адрес председателя общественной палаты, который по мере необходимости намерен продолжить подобные инспекции. Юлия Погосян, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видно этого.